Привет, я Егор и это Лимб, где мы говорим о мертвом и мертвых, об истории. Всем, кто не видел первую половину этого ролика, по ссылочке вот сюда, там можно все посмотреть. К первому веку до нашей эры римская армия стала регулярной, а Рим пораздавал всевозможные права по всей Италии, в частности, право служить. Ну а поскольку зарплата в римской армии была примерно равна заработку среднего рабочего, но сулила премии и большое уважение, желавших в нее попасть было просто дофига и больше. Помимо этого, ко временам Цезаря римляне также неплохо освоились в инженерном деле. Старина Гай формировал свои легионы, включая в них анагры и баллисты. Кроме того, в Риме поняли, что кавалеристы из них довольно неважные, и поэтому конницу начали заказывать из Нумидии, Германии и так далее. Почти в каждой армии служило 200-300 конников, но в основном, чтобы добивать убегающих. Врагов. Сэм, почему они убегают от нас? Это из-за твоей прически, Гензи. А вот Цезарь вообще таскал с собой несколько тысяч всадников из союзных гальских племен. Все это не просто так. На самом деле, такое инновационное расширение линейки юнитов, оно во многом предвосхитило собой огромную катастрофу, которую ожидала Рим в будущем. Но прежде чем говорить об имперском Риме, стоит вспомнить еще одну страну, воевать с которой у Рима получилось не очень. Парфия. Это где-то в районе современного Ирана. Скотоводы и коневоды, леди и джентльмены, в отличие от Рима, в конце первого века до нашей эры, пошли совершенно иным путем. Ранее Парфия входила в состав эллинистической селивки и, как все подобные страны, использовала в основном наемнические войска. Но в эпоху Митридата II они перешли на новый тип набора солдат. Они начали их набирать правильно из собственных граждан, которые, как я уже говорил, отлично держались в седле. Парфяне первые использовали тактику набежал-убежал, вроде той, которой потом будут пользоваться монголы, и первые же использовали тактику удара тяжелой кавалерией, вроде той, которой потом будут пользоваться западноевропейские рыцари. Короче, я о чем? У Краса с его римскими легионами шансов не было вовсе. Пехоту, кстати, Парфяне тоже использовали, но преимущественно для партизанской войны в горных районах. Так что в этом смысле они были тоже довольно изобретательны. Но оставим эту незначительную тему и вернемся к теме Рима. Итак, Римская империя в начале нашей эры представляла из себя огромного гегемона, которому по факту нечего было особо и завоевывать-то. Естественно, мажорным патрициям в армии стало служить неинтересно, ибо непрестижно и невыгодно, а большую часть командирского состава в этих же армиях стали занимать германцы, которые все еще к тому времени, хоть уже и были признанными членами Римской империи, все еще считались немножко варварами. А в некоторых регионах прям совсем варварами. И поэтому при Диоклетиане и при Константине было принято решение, надо сказать, беспрецедентное по тем временам, разделить администрации на военную и гражданскую. Сделано это было для того, чтобы в обычную невоенную власть не попали германцы, которые и без того попали во власть военную. Римом должны были все-таки управлять римляне. На самом деле эта реформа только замедлила неизбежный процесс германизации не только войска и империи в целом, но об этом чуть позже. Основные легионы без регулярного обучения и, так сказать, новой языковой практики стали быстро уступать легионам вспомогательным, которые набирались из германских наемников. Даже вооружение стало, в общем-то, германским. Копье заменило собой традиционный меч Гладиус и дротик Пилум. При Диоклетиане старые легионы из основных частей нормальной регулярной армии стали вовсе какими-то унылыми пограничниками. А гвардию вообще целиком заменили собой германцы. Вообще, в течение промежутка с 3 по 5 века н.э. пограничные римские земли только назывались римскими. По сути, это были совершенно германские земли, заселенные германцами, говорившие на германских языках и управляемые германскими женаместниками. Да и вообще, эти германцы нанимались в римскую армию зачастую целыми племенами. Да и гражданское управление в конце концов потеряло всякую национальную принадлежность. Поэтому неудивительно, когда Рим начали расхватывать на куски то гунны, то вандалы, вся империя раскололась на часть. В смысле, на варварские королевства франков, бургунцев и так далее. В определенном смысле, то, что германский солдат заменил собой солдата римского, послужило одним, но из важнейших факторов развала империи вообще. Не главным, но одним из. На самом деле, то, почему вся эта прекрасная страна с акведуками, блудницами и безумными императорами развалилась, до сих пор такой предмет споров, так что... так что ладно. Итак, пятый век, раннее средневековье, на востоке, как ни странно, восточная империя, на западе, как это ни странно, свалка варварских королевств. Основные претенденты на счастье в новом прекрасном мире – франки, астготы и вестготы. И остановимся мы в первую очередь на франках. Но сначала скажем еще пару слов. Как вообще воевали в это бурное время? Как попало. Варварские короли варварскими же слабо организованными армиями, независимые наместники некогда римских провинций остатками легионов, а еще были отряды вооруженных рабов и воинов, традиционно получавшие за службу землю. Этой схемой пользовались богатые церковники-землевладельцы. Собственно, новой армией вобрали в себя все три типа. Классическим примером будут служить франки. Каждый год, в марте, они собирались на мартовские сборы в столице, где сначала вождь, а потом король объявлял своим воинам о целях, планах, задачах, актуальности текущей работы и так далее. Со свежезавоеванных земель воины получали по старой доброй традиции наделы. И так начала формироваться новая знать. Воевали франки в основном пешими, используя топоры, мечи, копья... Причем топоры были даже в метательной конфигурации. Вот такой вот армии франки к 8 веку целиком покорят территории современной Франции и Германии, да и вообще окажутся крутейшим королевством в Европе. Но вдруг случилось непредвиденное. Ну, как непредвиденное? Глянем на карту. В начале 8 века халифат Амиядов завоевал государство Вестготов, а значит, считайте всю Испанию. После этого арабы перешли Пиренеи и вторглись на территорию Франкии. Арабская армия в значительной мере состояла из кавалерии, и как бороться с ней традиционными европейскими методами было решительно непонятно. Плюс к этому времени кончились земли, которые можно было раздавать за службу. Поэтому мэрдом королевства Франков, Карл Мартел, решил убить сразу двух зайцев. Прикончить сразу двух зайцев, растерзать просто садистки нахрен этих двух зайцев. Вот так вот. Реформа выглядела следующим образом. Церковные территории забрать, чтобы был пул земель на раздачу. Всеобщий призыв в поход отменить. Теперь в армию берут только способных прикупить себе шмот. Что важно, обязательной частью шмота стал боевой конь. Посчитать стоимость всего этого дела и уж тем более перевести в какую-то современную валюту представляется, честно говоря, невозможным. Поэтому конвертируем все в традиционную для тех времен величину. Коров. Полный комплект воина стоил порядка 45 коров. Ну а если ты был нищебродом, ты, конечно, тоже мог прийти служить, но только в качестве лучника или пехотинца. Пехота все еще составляла большую часть войска, но потихоньку теряла свое значение. Тем более, что на делы получали только всадники. Причем, внимание только на время службы. Поэтому служить приходилось долго. Ну, собственно, так и начало зарождаться рыцарство. Битва при Пуатье. Кульминация карьеры Карла Мартелла как военачальника. А теперь представьте себе, насколько Амияды были расстроены в результате тотального собственного разгрома. С этого момента пехота утрачивает решающее значение, а всадники выделяются не только как военная, но и как социальная элита. Естественно, все это произошло не сразу. Окончательный свой вид рыцарская армия и рыцарское сословие приняло уже только при внуке Карла Мартелла, императоре Карле Великом. Армия все еще собиралась на сборы, но уже не в марте, а в мае, потому что в мае гораздо больше травы, пригодной для корма лошадей. Численность ее не превосходила 10 тысяч. Более крупная армия просто не смогла бы нормально существовать. Уже за шеститысячной армией на километры растягивался обоз в 2-3 тысячи повозок. Также на границах и в крупных городах появились так называемые скары, профессиональные регулярные войска. Такие же скары сопровождали графов и самого короля. Ну а последний шаг к рыцарской армии и параллельно феодальному обществу был уже сделан внуком Карла Великого, Карлом Лысым. Он издал эдикт, обязавший каждого свободного человека стать чуть менее свободным. Ну в смысле выбрать себе сеньора. Естественно, сеньорами становились богатые и жирные землевладельцы, которые до кучи служили еще и в армии. Всадники и рыцари. Вот так была закреплена вассальная система. Кроме того, каждый сеньор сам набирал теперь собственное ополчение, сам же его вооружал и так далее. И несмотря на то, что до юры король самолично командовал объединенной армией, на поле боя каждый сеньор самостоятельно указывал своим людям, что делать. И был вообще сам себе господин. Короче говоря, франкам пришлось учиться тимворку с новой системой. Ну и на эту модель стали постепенно переходить все остальные цивилизованные государства Западной Европы. Ну а на этом сегодня и закончим. А догадаться о теме следующей части вот этих видосов, в общем-то, ну несложно. Кстати, да, мы тут завели аккаунт на Патреоне. Можно найти его по ссылочке здесь, и в ВКонтакте, и в описании, и на Ютубе. В общем, мы его засунули везде, где только могли, потому что там вы можете типа так взять и поддержать наш проект, чтобы мы не пропадали на месяц. Ну и чтобы мы могли нещадно для вас работать. Там даже какие-то плюшки есть, если вы нам подкинете там на пиццу, например. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА